Почему Господь не разрешил ученикам, видевшим Его преображение, говорить о том другим? Всем ли людям полезно знать об этом событии? Надо сказать, что Господь довольно часто не разрешал свидетелям Его чудес рассказывать о них другим людям. Всем ли людям полезно знать о событии, которые происходят с нами? Наверное, полезно. Но все люди, и вы прекрасно это знаете, реагируют на наши рассказы очень по-разному. Есть люди, и их довольно много, к сожалению, которые на наши рассказы о великой милости Божией, о чудесах Божьих реагируют очень болезненно. И вот эта болезненная реакция выдает в них присутствие, не побоюсь этого слова, воздействия злой силы, злого духа. Эти люди, когда мы им рассказываем о чем-то божественном, когда мы им говорим о церкви, о чудесах великих Божиих, начинают искать возможность нас уколоть. Начинают искать возможность для того, чтобы подвергнуть сомнению наши слова. И если бы это было рациональное чувство, отнюдь нет. Люди эти очень часто оказываются теми, кто противится Господу. Почему так происходит? Это происходит потому, что если они признаются в том, что чудеса есть, что Бог есть, что Святая Церковь, установленная им на земле, — это ковчег спасения, то им придется менять собственную жизнь. А менять собственную жизнь очень сложно и не хочется. Во время преображения Господь действительно сказал, чтобы они не рассказывали никому. То же самое произошло бы и с свидетелями, с теми людьми, которым ученики Господни рассказали бы о факте, о чуде преображения. То, как раз о чем я вам говорю. То есть люди стали бы возражать, люди стали бы говорить о том, что вы безумцы, вы не должны об этом рассказывать, потому что это ложь. Вы хотите, может быть, чтобы к вашему учителю пришло больше людей, чтобы вы собрали в копилочку больше денег, в ту копилочку, которую носил Иуда, который был казначеем этой небольшой общины. То есть стали бы выдумывать разные фантастические поводы для того, чтобы не примкнуть к числу последователей учеников Господа. Так же бывает и с другими людьми. Некоторым бывает неполезно рассказывать о великих чудесах Божьих и вообще о христианстве. И это очень легко понять каждому человеку. Если мы рассказываем о Боге кому-нибудь, и мы видим резко отрицательную реакцию, отойдите. Не нужно продолжать это делать, не нужно продолжать спор. Он бессмыслен, он бесполезен абсолютно. И Господь, когда говорит ученикам своим не рассказывать, возможно, одной из причин, я не говорю, что это целиком обоснование, но, возможно, одной из причин как раз является вот эта причина. Господь не советует вступать в споры с другими людьми по поводу чудес. Не советует силой пытаться обратить людей ко Христу, к истине. Это невозможно. Человек должен созреть. Созрелый плод, он сам с яблони падает на землю. Плод же незрелый, можно трясти очень долго, и результатом этого будет повреждение этого плода, повреждение дерева, и очень маленький, никудышный результат, которого можно было бы добиться совсем другим путем. Так что и Господь своим ученикам не советует рассказывать о чудесах, если видит сопротивление этому. И, конечно, современные ученики Господа тоже должны беречься от того, чтобы соблазнять других людей даже и очень хорошими словами, даже и свидетельством личным о чудесах Божиих. Не поверят люди, даже если мы будем им рассказывать о действительных событиях, которые с нами лично произошли. Вера — это дар Божий, и насильно мы внушить это чувство великое не можем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.